Небольшой новый проект, это я изготавливаю светильник для улицы. Для начала у нас выбран радиатор по стогой, у меня там тряпочка слегка все это дело протёж, чтобы минимально было. И после чего уложим светодиод, берем маркер, ставим точки, места где у нас будет крепление. Вообще достаточно будет двух точек по диагонали, но на всякий случай можно поставить заранее точки, потому что сверло может сломаться. Так как это алюминий, очень сложно его рассверлить и все в таком духе. Так, сверло я использую на два с половиной миллиметра, это более-менее такое сверло, которое сложнее сломать. Потом соответственно подбираю уже винтики под это все дело. Потом, когда мы рассверлим, вот это надо будет зашкурить и опять по стогой с тряпочкой пройти, чтобы у нас здесь ничего не выпирало. Можно ножом срезать в этих местах, чтобы у нас не приподнималось с углов, где у нас именно просверлено все это дело. Уже потом положим светодиод, фиксируем и собираем другую часть. Производство Германии более качественно, чем Китай, либо наше некаленое. Вот просверлил два отверстия, а теперь надо найти винтики, которые с возможностью нарезания резьбы. Неглубокие отверстия, можно так сказать, что почти до конца, чуть поменьше. Должно хватить, чтобы зафиксировать светодиод с термоопаской. И в принципе двух это вполне достаточно, если четыре, то это супер. В принципе не знаю, разницы мне не было, что на четыре закручу, что на два. Поэтому лучше лишний раз не гробить Северон. Посчитаю, тут достаточно. А у светодиода полярность, то есть куда нам подключать, плюс-минус. Достаточно всего лишь опустить напряжение до 23, лучше 24 вольт, чтобы еле-еле было заметно на светодиоде у нас. И просто подбираем, соответственно, полярность. Если вот так у нас не загорается, значит наоборот. Но это напряжение для тех, у кого у светодиодов напряжение 32-34 вольта. Уже после этого происходим к следующей фазе. Фаза это у нас калибровка по току. То есть мы добываемся нужных нам значений. Я хочу просто чтобы он подольше работал. Хочу сделать всего лишь где-то хотя бы... Смотрю. В принципе пол ампера достаточно. Можно сделать конечно не ампер. Видим, ощутимая есть разница. Кстати, вот этот светодиод желтого цвета. На картинке можно заметить на перце. По стене место белого и желтого. Всего лишь один ампер мы удали. Три, четыре, пять ампер. Вот он уже светит. Больше 150 ватт. Это всего лишь 30 ваттный светодиод. Хочу просто посмотреть, что выдержит ли вот этот вот радиатор, чтобы не устанавливать охлаждение. После того, как он протестируется, я пойму, что выдержит. Соответственно, уже будет другая часть фиксации этой сборки оборудования. Также, в принципе, надо будет протестировать, как это все на улице. Ведь это для улицы готовится. Ну и соответственно, защиту от влаги проработать. То есть максимально, чтобы у нас при перепадах температур конденсат не убил вот эти разъемы. А он убьет. Это факт. У меня просто на аквариуме было полгода. И вот эти вот дорожки, они сгнили в силикон. Нельзя вот это все дело силиконом покрывать. Надо просто обработать. После силикона вот это вот все дело разъедает. И у нас скручивается вот этот силикон. Соответственно, люминофор отдирается от подложки. И после этого у нас не светятся полоски. Обратите внимание, что здесь всего три полоски. Это вот равно 30-ти ваттному светодиору. И обратите внимание, что он желтый. Дальше продолжение будет через несколько секунд. У меня через определенное время. 1 ампер. 12 вольт. Вот светодиода 30-ти ваттного. Конструкция собрана на стуле. Сейчас могу все это дело развернуть. Как видим, добивает аж до забора. Напомню, это 1 ватт от аккумулятора. Не от преобразователя, а от аккумулятора. От преобразователя там будет поменьше. Из-за того, что преобразователь потребляет сам. Вот камера, в принципе, нормально вот это вот переводит. Проводулька вылетает. В принципе, как на этом фотоаппарате видно, снимает. Да, вот так же я вижу. Даже может чуть побольше света. Потому что вот яблони, например, где якобы немножко отсвечивает, я прям вижу хорошо. А вот здесь, где вот, например, розы, прям идеально вижу. Как днем. Но свет желтый, теплый. Еще тут, как бы в стул, можно сказать, все это светит. Сбоку, наверное. Если получится. Сейчас по-другому. Вот тоже самое. Но охват приличный. Такой вот плафон. Но, к сожалению, у меня радиатор очень большой. Супер большой. Поэтому надо было заранее, как бы, либо подготовить этот. Либо найти что-нибудь поменьше. Но, скорее всего, вариантов мало. Придется брать и пилить какой-нибудь. А этот я уже буду делать именно под улицу. И использовать другой корпус. Ну, а потом покажу, в принципе, как я вот из этого корпуса что-нибудь да сделаю. Ну, тут, в принципе, по вот этому температура радиатора составляет 40 градусов при потреблении 1 ампер. Я считаю это очень мало. Вернее, очень маленькая температура. То есть, самое оно. То есть, зимой светодиод у нас будет прогреваться. Летом у нас не сильно будет перегреваться. Опять же, в вечернее время это все будет работать. Там у нас попрохладнее будет. И вот насчет вот этой вот части. То есть, вот этих вот у нас контактов. Все-таки я буду заливать их. Вот у меня есть лак. Сейчас аккуратненько нанесу, чтобы у нас коррозии здесь не было. В принципе, можно нанести по винтам, но главное не по пластику. Вот вокруг можно. А вот пластику лучше вообще не трогать и стараться вот сюда не попасть. То есть, можно вообще бумажку какую-нибудь положить или скотчем заделать. Вот это все открасить, например, даже из баллончика краски. Чтобы у нас коррозии не было. И, соответственно, потом уже как краска подсохнет, снять и установить в плафон. Нанес. Вот такого плана надо наносить. Сейчас он подсыхает. И также надо наносить снутри. То есть, с обратной стороны. Это делается для того, что корпус вот почему-то не так ржавеет. А вот контакты прямо отваливаются под корень. То есть, и ничего уже не сделать. Коррозия идет вплоть до решетки. И у нас в итоге отваливается просто люминофор от площадки. И просто перестает светить пополам, так скажем. Кровода тоже заранее рекомендую выбирать соответствующую. И так как вот этот преобразователь. Вот плата у нас 32 или 34 вольта преобразует. В зависимости от того, какая мощность нам нужна. А где 36. Тут можно поставить достаточно тонкие. Но в данном случае стоит чуть больше квадрата. Это от блока питания. Причем старого и хорошие провода еще. А вот те, которые я для теста подключал к аккумулятору. Здесь надо будет потолще использовать. Желательно одножильнее. И где-то минимум 2 квадрата. И опять же, очень сильно тут длина будет играть роль. То есть может светодиод через 10 метров вообще не запустить. Через балласт. Балласт рекомендую ставить в корпус. Рядом со светодиодом. Лишний прогрев. Но светодиод в принципе не предназначен для работы зимой. Но что-то мне кажется, что это все байки. Я зимой подключал. Он не светился. Соответственно все работать будет. Единственное, что от температуры у нас будет возникать коррозия. Но от коррозии я в принципе подстраховался. Можно потом еще лаком второй раз покрыть. Он уже почти засох. Чтобы было все наверняка. Факты. Вот, произвожу дополнительное измерение по входу. Меряю по плюсу. У нас потребляемый ток составляет 0,74 А. То есть 740 мА. По минусу 760 мА. А вот самоупотребление светодиода по плюсу. 0,260 мА. По минусу тоже самое. 270-280 мА. 290-270 мА. Еще раз смотрим. 740 мА. Это у нас напряжение. Составляет. 12,4 мА. Вольта. 12,4 вольта. 12,4 умножить на 0,74. Получаем мощность, которую потребляет этот светодиод. Я его специально застеклышко, чтобы не жег глаза. Получается светодиод, можно сказать, потребляет у нас копейки. Если пересчитать, примерно потребляет ватт 15-20. 12,4 мА. А что мы сейчас умножим? Да я посмотрю. Так. 12,4 мА. Ровно 9,2 ватта потребляет. Вот эта штука, которая сейчас может осветить двор. Худо-бедно. Нам надолго его хватит. Если мы его раскачегарим, тогда быстрее будет садиться аккумулятор. Соответственно, мощность, которую мы с него получим, будет очень велика. Но вот такого состояния худо-бедно светит. Причем желтый с теплым светом зимой, например, будет как бы не так противно при белом свете. Что отражать будет желтоватым. То есть более приятный оттенок будет. И в то же время будет на дольше хватать аккумулятора. Так что 9, считай, 10 ватт это вообще просто сказка. Дальше посмотрим, что получится через какое-то время у вас. А у меня, наверное, через день. У меня была куплена сегодня вот такая шпилька метровая. С 8 гаечками. Ну, у меня 4 для этой установки за глаза. Как видим, я уже отрезал нужную длину для меня. Вставил в радиатор. Зажал вот эти уголки. Благо здесь это возможно. Ну и просверлил вот дырочки на центральных. Вот здесь вот было это все. Это под стандартное крепление для окулера. И стянул проволочкой, чтобы вот эти вот шпильки не вылетели. И позволяли у нас плотно зажимать шпильки в радиаторе. И вот такая конструкция. Уже лак высох. У нас будет устанавливаться вот в такой плафон. Это плафон марки Кобра для уличных светильников. Установлена была вот такая вот лампа на 250 ватт. И вот дроссель стоит. Тоже 250 ватт. 220 вольт. 2,15 ампера. Внутри обмотки подключены последовательные. Ну потом уже для опытов оставлю себе. А может где-нибудь лампочку повешу. Лампочка газоразрядная. Внутри у нее установлен, как же она называется, горелка. Вот. И вот эта вещь будет встраиваться вот сюда. Будет стоять по типу вот так вот. То есть просверленные отверстия. Соответственно можно сделать, установить здесь. Тоже вырезать. Либо насверлить много отверстий. Установить кулер, чтобы выдавался воздух. В принципе, так как при тесте он нагревался незначительно. Я думаю смысла нет в этом. Вот как бы изъятая конструкция. Вот она полностью чистая. Весит совсем мало. И вот что мне не понравилось. То, что аккумулятор например. Я вот про вот такой не говорю. Про маленький. Вообще не вылазит. То есть сильно узко. В одном месте вот здесь широко. Да, он в принципе опускается. А вот здесь если выгнуть только попробовать. Я вот тут уже начинал выгинать. Вот как видим. Немножко загнулось. Тем самым у нас теперь не закрывается. То есть придется править и придумывать аккумуляторный блок в другом месте. Здесь можно в принципе установить контроллер заряда. Но опять же контроллер заряда лучше устанавливать близко к аккумулятору. Так, ну пока что все. Осталось просверлить отверстие. Можно наметить маркером. То есть выбрать где у нас будет располагаться. На каком расстоянии. Тут еще у нас плафон пластиковый. Так что можно вообще вот так вот сделать. Повыше. Ну у меня там задумка есть хитрая. То есть от начала до конца этой задумки в принципе с вами пройдем. Вот пока что все. Буду сейчас сверлить. И устанавливать на посадочную. А, ну две же гайки установлены. Это для затяжки. То есть у нас потом будет еще шайба здесь стоять. К этой стороне. Просверлим два отверстия. И с этой стороны тоже шайбы и гайки. Ну вот это все дело стянуто. Выставлены как надо. Чтобы максимальную жесткость имела. Как видим. Ну нормально не болтается он на шпильках. Нормально держится. Это подойдет как раз. Шпильки вроде в диаметре 4 миллиметра. Но я могу ошибаться. Может и пятерочка. Так что вот. Пока что вот. Фиксировал. Получилось вот такое вот. Исполнение. Два провода вывел. Вот с этой стороны подвел. То есть в принципе даже этих длины хватит. Чтобы зафиксировать в разъеме. Далее. Приступаю к тому что. Вот это вот. Преобразователь надо у нас. Максимально. Покрыть лаком. Чтобы защитить от коррозии. Опять же. От воздействия. Влаги. Чтоб плата не рассыпалась у нас. Через какое-то время. А прослужила максимально долго. Потребуется. Опять же. Цепон лак я буду использовать. Можно использовать кисточку. Ну и обычно подливаю просто. Вот отверткой например. Макаю. И просто. Разношу по всей плате. После чего она высыхает. И можно уже. Производить монтаж. Изделия. Вообще. По идее. По хорошему. Проводам. Лучше бы. Использовать. Его. Близи. Контроля. Разряда. А. Уже. От него. Как бы. По проводам. Пускать. Напряжение. До светодиода. Но. Я хочу попробовать. Наоборот. В принципе. Согласен на то. Что потолще поставить. Но. Вот это все. Находилось. Именно. Возле светодиода. Также. Можно. Поставить. По. Питанию. По входу. Да. Если. Устанавливается. Вот здесь. Диодный мост. То есть. Взять. Плюс. Диодного моста. И. Минус. Подключить. К плюсу. Минусу. Преобразователе. А. Уже. Без разницы. Какая у вас будет. Полюсовка. На. Входе. Ну. То есть. По тем. Двум. Проводам. Чтобы вы не забыли. Вы можете подавать. Ну. Написать. Что. 12 вольт. И все. То есть. У вас. Соответственно. Соответственно. Если у вас. Вы перепутаете. Места. Минуса. Либо. Минус. Места. Плюса. Который. Подали. Если. Например. Правильно. Подключили. Тоже. То есть. Вот. Такую. Схему. Нехитрую. Очень. Часто. Используют. Китайцы. Но. Она. Дорога. Тем. Что. Диодный. Мост. Надо. Рассчитывать. Именно. Под. Конкретную. Преобразователь. Дабы. На нем. Тоже. Будут. Потери. Небольшие. Но. Лучше. Подстраховаться. Чем. Не. Страховаться. Так. Ну. Что. Приступая. К. Покрытию. Лак. И. Вперед. Скажем. Такими. Действиями. Везде. Где. У нас. Не. Не. Покрыто. Лаком. Все. Покрываем. Тут. В принципе. Гореть. Нечего. А. Если. Сгорает. Уже. Вряд ли. Почините. Там. В принципе. От. Лака. Проще. Избавиться. Чем. Кажется. Лака. Кстати. Стоит. У нас. Что-то. 100. Рублей. Вернее. Я. По 100. Брал. Или. 50. Не. Помню. Такая. Цифра. Какая-то. Странная. Была. Такая. То есть. Дорого. При моем перерасчете. Мне показалось очень дорого. И вот эти вот тоже переходные отверстия. То есть. С. 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 надувная сторона плата. Тоже желательно покрыть лаком так как они уже full покрыты. Но дополнительно и не повредит. Там вроде бы такие боли. Но потом послез точное структу мы уже все с этой стороны покрыли. Самоо время дать этому всему подсохнуть. подсохнуть. Уже после того, как оно подсохнет, просто есть вероятность, что тут капли большие гуляют, чтобы они как бы на плате остались или упали. Ну и тут тоже самое, тут вокруг конденсаторов, соответственно, подроссели. По транзисторам тоже. Хуже от этого не будет. Под конденсаторами специально, чтобы меньше туда попадало влаги и они не так сильно подсыхали. Если надо, лак он сам затянется, ну и соответственно, вот под резистором. В принципе, ничего уже не как, это уже начало схватываться. Тоже в такие полости, она просто как губка будет всасывать, соответственно, плохого ничего не будет. А так как мы с той стороны покрыли все эти отверстия, у нас, в принципе, все это дело должно загерметизироваться и проблем не должно быть. То есть, в итоге мы получаем, конечно, света маловато, но вот такую черную готовую штучку. Ну и все. Дальше ждем высыхания и можно, в принципе, устанавливать. Плата вся покрыта и максимально защищена. Вот это вот место у нас остается, как бы, контактная площадка не задействованная. Его нельзя герметизировать, можно попробовать закрыть его силиконом. То есть, скотч наложить вот с этой стороны, вырезать скотч. И вот это все просто залить силиконом, чтобы у нас получилось такое, как бы, герметичное. Но мы могли, если что, это все изъять, да, и поменять провода, и чтобы у нас был там в колодке контакт. Как бы, вот и все пока. Далее, после высыхания продолжим. Собрано. Вот я поставил преобразователь. Хватил длины провода и вот закрутил, просверлил отверстие на два с половиной, закрутил винтом. Плату, чтобы ничего здесь не болталось. Ну, как бы, небольшой дисбаланс есть. Можно там, в принципе, силиконом немножко подлить. И вообще, я сторонник силикон везде использую. Так что, не удивляйтесь, слышите от меня это. И вот здесь вот у нас будет вот эти два провода, подключенные к самодельному диодному мосту. А уже к диодному мосту мы будем подводить именно питание от аккумулятора, от контроллера, который будет идти где-то снизу. Блок у нас будет устанавливаться. Можно, конечно, сделать разводную коробку, установить рядом с осветительным прожектором. Кстати, вот так вот выглядит от него крышка. Крышечку будут дорабатывать. Буду делать ее более матовой, чтобы свет был более рассеянным. Или не буду, лучше посмотрю. Ну, как бы, конструктивно это получается. Вот такой вот вид будет светильника снаружи. Размер его, ну, не такой уж громадный он это, так скажем, минимальный образец из уличных светильников. Цена его тоже неизвестна. Переделка, вот, обходится примерно, бам-бам-бам-бам-бам. Аккумулятор, контроллер где-то в районе двух тысяч. Достаточно неплохие, я считаю, деньги. Но, даже больше, это в районе пяти тысяч, еще солнечная батарея. Так что, это не для слабонервных, так скажем. Для тех, кто деньги в будущее, как бы, для себя вкладывает, вот такой вот вариант светильника можно установить на улице. Причем, максимум, что здесь надо будет делать, это менять просто вовремя аккумулятор, когда он износится. Ну, может почистить там солнечную батарею. Пока что, не знаю, для теста будет использована одна солнечная батарея 10 ватт. Далее, посмотрю уже по месту, как ее будет хватать, на сколько времени. Диодного моста я использую 4 диода шутки. Ну, если не ошибаюсь, 58, 22, это 3 ампера. Также, канифоль и олова. Как мы видим, у диода у нас есть полоска. Полоска, это обозначает, что это плюс. Где нет полоски, соответственно, у диода минус. будет устанавливаться вот в таком вот варианте исполнения. Самый простой диодный мост. где в данном исполнении у нас будет здесь сниматься минус со схемы, здесь сниматься плюс со схемы, а вот сверху и снизу у нас будет подключена нагрузка. Как видим, у нас у этого диода полоска с этой стороны, у нас плюс здесь. Если мы подаем сюда плюс, соответственно, плюсовой сигнал пойдет вот в эту часть. Если мы подаем минусовой здесь, соответственно, идет от плюса к минусу вниз. И тут тоже самое. Подаем сюда плюс, от минуса к плюсу вот сюда уходит. От сюда минус, вот сюда уходит минус. То есть при любом переподключении вот здесь вот, от этого места, мы от этих двух точек идем к аккумулятору. То есть если мы перепутали, да, у нас все равно будет здесь сниматься напряжение в той форме, которая нам нужна. То есть плюс-минус, меняться местами не будет. Также, чтобы более сглаженное было напряжение и не было как бы лишних помех, рекомендую вот здесь вот ставить конденсатор. То есть опять же конденсатор электролит, чтобы у нас получалось так, что сигнал сглаживался. Ну и сейчас, в принципе, я его спаяю и установлю внутрь корпуса. Можно сделать его минимальным, то есть сжать вот так вот. В принципе, я вот так сейчас и сделаю и покажу, как получится. Получается вот такой уделный мост. В принципе, небольшие его габариты. А вот насчет того, что как подключать, соответственно, вот где у нас два плюса соединяются. Диоды соединяются в одно, это у нас выход. Два минуса соединяются в одно, это у нас выход минус. Вот здесь, соответственно, выход плюс. Здесь, соответственно, выход минус. Паять эти диоды стоит только вот на кончиках. Это связано с тем, что при перегреве может произойти КЗ, то есть и диод просто пробивается и он не работает. То есть лишнее можно, конечно, вкусить и аккуратно подпаять это все дело. То есть заранее установить конденсатор. Но так как у нас на плате преобразователя имеются емкости, электролиты по входу и по выходу, то есть, в принципе, можно не заморачиваться с электролитом, а именно запаять, подвести провода и пользоваться. Диодный мост уже на термоусадку посадил, припаял два проводка и сейчас продемонстрирую вам, как получится это на выходе. То есть, соответственно, еще раз повторюсь, у нас должен быть источник 12 вольт, желательно. На самом деле данный преобразователь позволяет нам работать с источниками от 24 вольт, если не ошибаюсь. То есть, ну, единственное, что мы делаем 30 с чем-то, соответственно, придется подкалибровать у нас на 12 вольт все это дело выставлено. Ну и вот так, сейчас как-нибудь, как видим, работает. Теперь зеленый с плюсы снимаем, ставим белый. Как видим, все у нас прекрасно работает. То есть, у нас теперь от переполюсовки ничего не сгорит. Еще хотел напомнить, что для преобразователей производители рекомендуют ставить как бы диодный диод на защиту. То есть, мы здесь поставили 4 диода на защиту и тем самым мы себя реально застраховали. Также стоит обращать внимание на конденсаторы. Можно, в принципе, их заранее заменить, потому что, ну, какие-то они не ахтишные. То есть, ну, Китай, соответственно, любит экономить и, скорее всего, из-за этого качество у них хромает. Как видим, все это дело работает. В принципе, можно уже все это дело собирать в корпус и ставить на мачту, проводить два провода и потом уже заниматься установкой солнечной батареи, контроллера и аккумулятора. Пока что вот интересный вопрос, надо найти у меня провод где-то был. Хочу 0,75 пробовать поставить вот это все делать до аккумулятора, посмотреть запустится ли умножитель, преобразователь точнее. Потому что у меня через 20 метров как бы он не запускал уже вот такую вот схему. Именно вот поэтому я и говорил, что следует подумать, может, стоит преобразователь вот этот устанавливать, конечно, вместе с аккумулятором и контроллером опускать 30 вольт. Соответственно, потерь будет меньше по 30 вольтам, нежели по 12. Я думаю, путем обычной замены провода на большее сечение я от этого вопроса избавлюсь. Можно еще, кстати, герметиком замазать вот эти вот лишние отверстия, которые остались после удаления дросселя. Хотя смысла, я думаю, особого в этом нет максимально герметизировать. Так, можно также диодный мост тоже покрыть лаком. Было перед тем, как термоусадку это все пихать. Ну, я думаю, диодный мост можно хоть как поменять, нежели избавиться от того же самого ржавого, ржавчины на контроллере, то есть дороже выйдет. Можно диодный мост за 10 рублей поменять. А контроллер уже стоит приличных денег, не говоря уж о светодиоде. Как бы вот она, маленькая такая схемка. Ничего, я считаю, в этом сложного нету. Ну, получаем само, на выходе само приличие отличную светодиодную ноу-хау, так скажем. А вот те светильники, которые используются именно в городах, начали больше, скажем, приобретать популярность, это светильники со встроенной светодиодной матрицей. Там установили не один такой светодиод, там стоит слабее. Например, 5 по 10 или 4 по 10. Соответственно, не один такой обычно ставится. Ставится больше. Якобы от этого увеличивается цветовая мощность. Но, на самом деле, я считаю, это неправильно и неправда. Там светодиоды достаточно дорогие ставятся. Можно поставить дешевле. Ну, соответственно, мы-то делаем все это руками своими. У нас получится дешевле и долговечнее. То есть, и мы уже знаем, что намутили. А вот они, то что мутят, это нам не под силу. Можно, конечно, кстати, и перевести вот это все дело на 220. Обычный поставить компьютерный блок питания. Но, опять же, его лучше на улице не хранить. Либо сделать под него специальную коробку. Я под это смысла не вижу. Если делать его, то делать автономным. Один раз сделал, и туда вообще не ведешь. Можно сделать так, что от аккумулятора кинуть толстые провода. Вот здесь расширить, установить аккумулятор. Или подобрать аккумулятор более узкий. Установить здесь. Уменьшить потребление тока. Мы вот здесь можем подлезть. Вот у нас регулятор стоит. То есть, тут же подцепить амперметр. Замерить показания тока. Выставить, как нам нужен свет. И, соответственно, от этого будет зависеть у нас срок работы в ночное время солнечное. Ну, то есть, с фонаря. Ну, пожалуй, все. Дальше уже будет, наверное, монтаж. И перевод его на, скажем, на источник питания. Может, в принципе, аккумулятор сюда встрою. Но это уже посмотрю уже по месту. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok